Здравствуйте, в эфире программа подробностей, и сегодня подробно о заседании Рязанской городской думы говорим, как всегда, вместе с главой муниципального образования, председателем городской думы Андреем Кашаевым. Еще раз здравствуйте, Андрей Анатольевич. Итак, сегодняшнее заседание, наверное, центральный вопрос, это вопрос о переводе участка земли в Рязанском микрорайоне Агропром из зоны военных объектов в зону, которая позволяет построить там предприятие, конкретно мебельное производство. Много копий было сломано, что называется, до сегодняшнего заседания, проходили публичные слушания, проходили они весьма и весьма бурно. Тем не менее, сегодня депутаты большинством голосов приняли положительное решение, и в Агропроме, ну, по сути, уже можно строить на месте бывшей воинской части мебельное производство. Давайте попробуем прокомментировать эту ситуацию и объяснить, чем руководствовались сегодня большинство депутатов при принятии этого решения. Вопрос этот непростой, но непростым он получился, потому что часто такие вопросы, которые носят стратегический характер для развития города, зачастую разыгрываются политические карты. Очень часто это бывает, и мы с вами уже не один раз здесь говорили, что есть силы, которые провоцируют людей на негативное настроение, причем не объясняет им никто, а именно высказываются изначально мнения без доказательной базы, без желания разобраться с этим. Поэтому, конечно, вопрос в определенной степени, он является достаточно непростым, но могу заверить жителям города Рязани и жителям поселка Агропрома, что, во-первых, мы создаем этим решением условия для развития экономики, как в данном районе, так и в городе Рязани. О чем идет речь? Мы сегодня решением перевели территорию из военных объектов, причем надо отметить, что это не военный объект типа гараж военный или это какие-то помещения отдельные, ни в коем случае. Это зона, защитная зона, причем вот те деревья, которые там были высажены, это деревья, которые защищали, опять же, то, что находилось внутри нее. Мы речь ведем о нескольких резервуарах, очень крупных резервуаров для хранения нефтепродуктов. И эти нефтепродукты десятилетиями хранились именно в этой зоне. Те деревья, которые были высажены вокруг этих резервуаров, они создавали определенный защитный барьер, делали, потому что те самые условия противопожарной безопасности или, скажем так, тех испарений, которые шли оттуда на микрорайон, они, безусловно, ограждали данные резервуары. Тем не менее, мы определяем, что эта территория, она отнюдь не чиста с точки зрения экологии. Сама в себе представляет до сегодняшнего дня большую опасность, как экологическую, так и социальную. Так просто оставлять без внимания это невозможно. Территория находится вплотную к железнодорожному полотну, к одному из, так сказать, магистральных направлений железнодорожным, которые проходят по территории Рязанской области, через город Рязань. Соответственно, эта территория, она под строительство жилых домов рассматриваться также не может. Под строительство парков не может, потому что там нужно, если гулять, то мы понимаем, уже я чуть ранее сейчас сказал, почему мы не можем делать парк там принципиально, поскольку это экологически зараженная территория. То, что касается инвестплощадки потенциальной, да, она абсолютно подходит. И по своей транспортной инфраструктуре она является муниципальной землей. И администрация города явилась заказчиком как раз разработки проекта, инвестиционного проекта. Для того, чтобы этот проект был представлен для данной территории, необходимо было перевести в зону промышленных предприятий. О чем идет речь? Зона промышленных предприятий относится именно на данной территории, согласно нашему решению, к четвертому и пятому классу опасности. Речь идет о тех производствах, о уровне воздействия производств, которые находятся и десятилетиями находились даже в центре нашего города. То есть те районы, которые, жилые массивы, которые дома расположены вблизи таких предприятий, не испытывают на себе дополнительной экологической негативной нагрузки. Это условия именно предприятий четвертого и пятого класса опасности. Администрация города ведет большую работу для подбора потенциальных инвесторов. На сегодняшний день они есть. Слава Богу, что они не отказываются от своих социальных обязательств. И сегодня, когда мы говорили о переводе, мы очень надеемся, что, во-первых, у нас создается инвестиционная площадка, где мы предполагаем несколько сотен рабочих мест создания, с хорошей зарплатой, производство, отвечающее всем необходимым требованиям, соответствующим мировым стандартам. И те потенциальные инвесторы, которые на сегодняшний день есть, говорят нам именно об этом. Задача власти проконтролировать и экологическую ситуацию, и требования с точки зрения экологии, чтобы дополнительной нагрузки негативной, экологической, там не было. Я, наверное, могу даже назвать имя этого инвестора. Мы в наших программах неоднократно поднимали тему агропрома. Это действительно рязанское предприятие, исключительно рязанское, владелец рязанец, человек, который живет в этом городе и будет жить дальше. Это предприятие ООО «Грант». И оно планирует построить в агропроме исключительно сборочное, отверточное мебельное производство самого низкого пятого класса экологической опасности. То есть это абсолютно чистое и безвредное предприятие. И более того, на самом деле сейчас есть возможность, скажем так, урбанизировать этот район по всем необходимым стандартам. Помимо предприятия, инвестор готов оборудовать для местных жителей хорошую прогулочную зону, поставить спортивную площадку. И наш коллега-депутат Наталья Михайловна Шаракина сегодня внесла соответствующую поправку с тем, чтобы рекомендовать инвестору это обязательно сделать. Ну, я вот, что называется, с инвестором буквально вчера мои коллеги общались, снимали очередной репортаж, и он подтверждает, что, скажем так, все, в случае, если он зайдет на этот участок, все для жителей агропрома с точки зрения социальной он готов выполнить. Владимир Города радует за то, чтобы инвесторы выступали не просто теми людьми, которые вкладывают деньги и получают прибыль. Во-первых, мы говорим о создании рабочих мест, о том, чтобы налоги оставались в Рязани. У нас очень много производств, которые налоги, часть налогов идет вовне экономики города, что печально. Поэтому данное производство, мы очень надеемся на то, что налоги будут оставаться именно в нашем городе. Для экономики, для развития города очень важно. Мы говорим о развитии реального сектора экономики. Сейчас даже оппозиционные силы поддерживают развитие реального сектора экономики, поскольку России без него не выжить. Мы говорим сегодня об импортозамещении, это государственная задача. Я абсолютно с вами согласен, что мы должны придать тому району, который является достаточно стагнирующим с точки зрения социального развития, а именно район Агропрома, придать ему большую динамику, социальную динамику, экономическую динамику. Потому что с появлением высокоразвитых производств в данном случае создаются как рабочие места, так и возможности для серьезных социальных проектов со стороны данных производства. И действительно, сегодня депутат Рязанской городской думы Наталья Михайловна Шарапина внесла в поправку, согласно которой инвестору рекомендуется. Мы говорим о рекомендательном характере данной поправки, но тем не менее мы, соответственно, берем это на общественный контроль, потому что для депутатов это очень немаловажно. И сегодня депутаты высказались за эту поправку, согласно которой инвестору рекомендуется благоустроивать рассматриваемую территорию, принять меры к дополнительному озеленению, чтобы жители еще, так сказать, кислород был чистый и так далее, и было как можно больше в данном случае, и компенсационные, скажем, высадки деревьев вырубленные на той территории, на которой будет строиться тот или иной производственный корпус, чтобы эти мероприятия обязательно были выполнены. А также и, как вы уже сказали, инвесторы потенциальные, по крайней мере, сейчас готовы делать и спортивную, и детскую площадки, поэтому, конечно, это тоже учли сегодня в решении мы, когда его принимали. И отдельным пунктом идет также обращение к администрации разработать программу развития этой территории. На наш взгляд, это очень серьезно, очень важно. Мы знаем, что социальных объектов как таковых там нет, потому что мы сегодня под социальными объектами подразумеваем и учреждения дополнительного образования, учреждения культуры, это и учреждения здравоохранения. Я считаю, что надо создавать там подростковый клуб, там нужно или филиал, например, Дворца, Дом детского творчества Октябрьский. Необходимо создать филиалы взрослой детской библиотеки. Хотя в Соколовке есть филиал детской библиотеки, но тем не менее мы можем здесь создать филиал взрослой библиотеки. И жители не должны себя чувствовать оторванными от города, оторванными от социума. Кстати говоря, не один раз приходили на прием и ко мне, и к моим коллегам и говорили о том, что район действительно необходимо развивать. Это будет на протяжении лет сделано, мы очень на это надеемся и считаем, что это правильно. На самом деле, да, абсолютно с этим соглашусь. При наличии действительно четкого общественного контроля, на самом деле, с помощью сегодняшнего решения, возможно, действительно улучшить качество жизни жителей микрорайона Агропрома. Действительно, это нормальный процесс городской урбанизации, если появится промышленное предприятие, которое будет абсолютно безвредным. А инвестор лично мне показывал, что такие предприятия стоят, например, в центре городов в Словении, в Чехии. И вот это промышленное предприятие поможет еще и обустроить, скажем так, зону рекреационную, зону отдыха в микрорайоне. На мой взгляд, еще раз подчеркну, что при наличии действительно мощного общественного контроля все получится, и через несколько лет даже скептики согласятся с тем, что это было правильное решение. Мы надеемся и считаем, что так и будет. Что же, Андрей Анатольевич, я благодарю вас, глава муниципального образования, город Рязань, председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев, о сегодняшнем заседании думы и главном решении, которое было принято на этом заседании. Это была программа подробностей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова